Семь опросов на совете рассмотрели кировские депутаты, а также назначили нового заместителя главы города и председателя постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, торговле и предпринимательству. Им стал Юрий Домокур. Ранее оба поста занимала Мария Бородина, которая теперь является главой администрации Кировска. О других решениях народных избранников расскажет Татьяна Никуличева. В самом начале откорректировали бюджет и утвердили сумму на празднование 85-летия Кировска. На юбилей потратят более трех миллионов. Отмечать его будут аж три дня. 22 октября – отчествование ветеранов, а в последние дни этого же месяца – концерт и основной городской праздник. Я, конечно, всех секретов раскрывать не буду. Люди творческие, которые готовили все эти предложения, это, конечно, будет в первую очередь сюрпризом для всех наших горожан. Скажу только, что мероприятия будут организованы для всех возрастов. Это и маленькие детки, и для старейших жителей нашего города, ну и, конечно, для всех горожан будет организован замечательный праздник. Депутат Антон Трушенко выступил с предложением о возможности приватизации служебного жилья для специалистов в сфере образования, медицины и спорта. Фракция «Единая Россия» в городском совете на основании многочисленных пожеланий граждан обратилась в администрацию города Кировска с просьбой разработать положение о приватизации служебного жилья. То есть на основании этого положения работники образования, культуры, здравоохранения и спорта смогут по ищению определенного периода времени приватизировать служебное жилье. Это станет новой социальной гарантией для этих людей. И таким образом мы сможем привлечь в город Кировск большее количество специалистов, которые нам необходимы. Однако вопрос, сколько лет специалисты должны здесь жить и работать, чтобы стать собственниками служебной квартиры, пока остается открытым. Депутаты спорят о пяти и семи годах. Окончательное решение они должны принять на одном из ближайших советов.